Нет света, плохо, есть еще хуже. Жители одного из столичных микрорайонов до сих пор не могут прийти в себя после светопредставления в их квартирах, хотя у них уже были наши коллеги. Елена Механик видела, во что всего за одну ночь превратилось все, что нажито непосильным трудом. Я уже выбегла сюда, и тут я сразу почула, что знаете, вот такие опять провода плавляются, или какие-то короткие замыкания, и оно стреляет. Евгения Евгеньевна шаг за шагом восстанавливает события той ночи, когда на часах пробила полночь, и вмиг вся электротехника в ее квартире превратилась в груду металлолома. Включила светло уже, вот так, в ванную комнату, и такое, знаете, вот свеченье, зарево просто. Вытяжка кухонная не працюет, электротехника не працювала, значит, микрохвилева згорела. Что и стало все такое, что здесь кусты, что там часто выключают, подключают электроэнергию, что пришла перенапрос. Сосед Михалыч с последствиями электробеспредела сражается до сих пор. Сейчас у меня пошел запах провода, розетка сгорела. Пошел от розетки дальше, и вот выкидываю куски. Электрик со стажем определил, квартирные электросети попали под двойной удар. По фазам пошло просто напряжение, 400 вольт. У него не хватает слов, чтобы оценить масштаб катастрофы, денег расплатиться за ремонт сломанной техники и пальцев сосчитать потери. Стиральная машина сгорела, сгорел бойлер, сгорела микроволновка, она еще не сделана в ремонте, до сих пор не забрались. Холодильник, два телевизора этих плоских плазм. Жильцы дома свою беду изложили на бумаге и отправили в Киевэнерго. Там пообещали разобраться с оговоркой. Если в ходе экспертизы выяснится, что в этом вопросе вина Киевэнерго присутствует, мы компенсируем ущерб в полном объеме. Но с другой стороны, если выяснится, что скачок напряжения произошел по вине эксплуатирующих организаций, а это именно ЖБК, то лично Киевэнерго предъявит иск к эксплуатирующим организациям. А пока энергетики ищут виновных, жители микрорайона развозят по сервисным центрам умершие приборы, а оставшиеся в живых на ночь выключают из розеток, совсем как в кабине, на всякий случай. Елена Механик, Сергей Еременко. Подробности телеканал Интер.